Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы хотим познакомить вас с тем, что происходит на Телемунда. Происходят там интересные события. Естественно, что все это наше субъективное мнение, поэтому извиняйте, если что не так. Начнем с того, что Эль Синьор Делосиелос получила премию Эмми, как лучшая программа на иностранном языке в США. Это новая номинация, появившаяся в этом году, которая показывает значимость телевидения на испанском языке для Америки. Скажем, что сериал действительно имел очень хорошие рейтинги, больше единицы, и даже опережал по количеству зрителей некоторые программы у Невесю. И интерес к нему не ослабевает, особенно если учесть, что это далеко не первый сезон. Поздравляем создателя сериала с этим впечатляющим успехом! Синьора Ассера с бланкой Сота закончилась очень хорошими результатами. Да и рейтинги у нее были на высоте 0,7-0,9 на протяжении всего показа. Финальную сервис смотрело около 2,5 миллионов человек. В чем был секрет? В том, что очень удачный каст просочетался с отличным сценарием, что для Телемунда большая редкость. Там по большей части присутствует одно из двух. Или каст, или сценарий. А вот все вместе как-то редко бывает. А уж если бывает, то это просто бомба. Бланка Сота говорит о втором сезоне. Ходят слухи о приглашении на съемки Фернандо Колонге. Однако интересное решение. Многочисленные сплетни о романе между Бланкой и Фернандо вызовут интерес к этому проекту. Так сказать, бесплатная реклама. И Бланке приятно, и Фернандо свой миллион долларов получит. О Колонге говорили раньше, когда только обсуждался ремик «Пассион де Гавеланес». Писали, что у Фернандо предлагали там роль. Но Колонга не заинтересовался. Тьерра де Рейс осталась без мексиканского тяжеловеса. И имеет достаточно средние результаты. Рейтинги болтаются вокруг 0,4-0,5. Иногда достигая 0,6. Многие с ревностью отнеслись к переначиванию любимого сериала. А «Пассион де Гавеланес» безусловно любимый сериал миллионов. Ежегодно он идет в разных странах с неизменным успехом. Вот сейчас в Испании его показывают уже в который раз. При таких условиях испанские зрители выучили его наизусть. Поэтому многие были недовольны посягательством на шедевр. И предрекали ему судьбу другого ремейка «Эн Отропиел», который пытался повторить успех «Эль Куэрпо Дель Десео». И пессимисты были абсолютно правы. Начнем с того, что обе переделки имеют с первоисточниками не очень много общего. Ну, хотя первоисточники тоже не совсем первоисточники. Но в случае с «Пассион» и с «Эль Куэрпо» результаты были лучше, чем у их колумбийских оригиналов. Хотя оригинальные версии тоже были очень хороши и до сих пор имеют своих поклонников. А вот «Эн Отропиел» и «Тиэр Де Рейс» уступают и по качеству сценариев, и по качеству актерской игры. С другой стороны, если смотреть эти сериалы как совершенно отдельные произведения, то можно получить удовольствие. Лиц красивые, сюжет увлекательный. А что еще надо зрителю, чтобы провести вечер перед телевизором «Не скучаем»? А теперь премьера сезона «Эль Дуэнис Дель Параисоскейт Дель Кастиле» в главной роли. Это совместная производство Телемуда и чилиска Ти Ви Эн. Перед съемками была интрига – кто же будет в главной мужской роли? Марио Симаро очень хотел эту роль, но на Телемуде решили, что Хорхе Сабалетто будет предпочтительнее. Скорее всего, это было непременным условием Ти Ви Эн, который хотел обеспечить высокие рейтинги в Чили. А ведь всем известно, что Сабалетто – это практически чилисское все. Сериал без Сабалетто все равно, что песня без баяна. И вот прошли первые серии. Начало было отличным. Рейтинг больше единицы. А потом рейтинги начали медленно снижаться. Последний был 0,8. Ну, вы скажете, что это просто полная фигня. Куда уже лучше? Вам что мало? Ну, нам-то не мало, а вот тенденции не нравятся. Хотя сериал идет с 13 января. Следовательно, рейтинги раз то выровняются. Может и нет. Лос Мизераблис никак и не вылезут на более-менее приличный рейтинг. Уже и рекламировали бешено. И Араселя Рамбола позиционировалась как супер-пупер-звезда, озарившая своим появлением тусклые телемундовские небосклоны. Что-то не задалось. Но мы об этом уже говорили у телемунда. Две беды. Или каст неподходящий, или сценарий придурый. Начальца так пугается низких рейтингов, что жучат сценаристов в хвост и в гриву. А те с перепугу изобретают все более идиотские повороты сюжета. Опять же, Араселя Рамбола включила звезду и показала коллегам, кто тут главный. Один раз она опоздала на съемки на пару дней, оправдываясь тем, что ее не отпустили на съемки дети. В итоге сорвала съемочный график. А также испортила рождественские каникулы товарищам по съемкам. А потом появилось несколько статей о ее неподобающем грубом поведении. Писали, что разруливать проблемы на площадке в Мексику приезжали даже представители телемундов. Недолго осталось мучиться в многострадальной новелле, полностью оправдывающей свое название. Съемки наконец закончились. Теперь идут последние серии, которые, бог даст, будут иметь рейтинги получше. Напоследок хотелось бы сказать о движении кадров на телемудо и с телемудо. Марлене Фавелла и Себастьян Сурита возвращаются на телевизму. Сурита уже точно будет играть с Сальвадором Мехи, а Фавелла пока не знает, чем она займется. У нее много предложений, так что будем смотреть, на чем наша красоточка остановится. Может быть и не согласится вернуться на родину. Она-то ведь хотела блесать в Голливуде и даже брала уроки английского. Педро Фернандес после фиаско на телевизии принял предложение телемунда быть ведущим музыкального конкурса Лавос Китс. Его должна греть мысль, что с его уходом рейтинги новеллы Аста Эльфин Дель Мунда не только не улучшились, а даже слегка упали. Представляем себе, какое у него сейчас хорошее настроение. Данна Паула, по слухам, приняла приложение телемунда поучаствовать в очередной новелле. Телемунда нуждается в молодых актерах и актрисах. А Данна Паула девушка талантливая и красивая, хотя характер у нее подарочный. Во всяком случае, об этом писала мексиканская пресса. Если все срастется, то в редакте Телемунда прибавится еще одна дива, от которой неизвестно, чего ожидать. Ну, а у нас на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.